В январе все управления Пенсионного фонда начали прием от работодателей единой формы отчетности в Пенсионный фонд за 4 квартал 2015 года. Хочу напомнить, что единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы Пенсионного фонда ежеквартально, не позднее 15-го числа 2-го календарного месяца на бумажном носителе, а в форме электронного документа не позднее 20-го числа 2-го календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день. Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда. На сегодняшний день в Управлении Пенсионного фонда в Кашхабльском районе у нас осталось 15 дней до конца сдачи отчетов, отчиталось около 50% страхователей. Отчетность от всех остальных мы еще ждем и просьба большая к страхователям, чтобы они сдачу отчетности не затягивали на последний день отчета. Также хочу рассказать о порядке уплаты страховых взносов на 2016 год. Старе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2016 году остается на уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2016 году проиндексирован и составляет 796 тысяч рублей, плюс 10% сверх этой суммы. При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах, если работодатель не проводит спецоценку условий труда в 2016 году, составляет по списку 1 9% и по списку 2 и малым спискам 6%. Если работодатель провел спецоценку условий труда, то по ее результатам устанавливается класс условий труда на рабочих местах и размер дополнительных тарифов страховых взносов. Что у нас планируется? Что со 2 квартала 2016 года для работодателя будет введена дополнительная ежемесячная упрощенная отчетность. Какова ее цель? Это определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в пенсионный фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. Об особенностях представления отчетности в пенсионный фонд более подробно мы будем рассказывать к концу 1 квартала. Размер МРОД в 2016 году составляет 6204 рубля. В результате для самозанятого населения, не производящего выплаты физическим лицам, фиксированный платеж составляет 19356 рублей плюс 1% от суммы свыше 300 тысяч рублей, но не более 154 851 рубля. Кроме того, с 1 января 2016 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов плательщиками из числа самозанятого населения по пеням и процентам для всех категорий плательщиков. Актуальная информация размещена на сайте пенсионного фонда в разделе страхователя. С 1 февраля 2016 года проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат, выплачиваемых через территориальные органы пенсионного фонда на 7%. Увеличенные суммы ЕДВ с 1 февраля 2016 года уже получат 2725 получателей, лейкотор МЕДВ выплачивается через управление пенсионного фонда в Кашхабльском районе. Также увеличился размер набора социальных услуг. С учетом сумм индексации, размер набора социальных услуг составил 995 рублей 23 копейки. Из них сумма, направляемая на приобретение лекарственных препаратов, составила 766 рублей 55 копеек. На санаторно-курортное лечение 118 рублей 59 копеек. И на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 110 рублей 9 копеек. Также напоминаем, что с 1 января 2016 года по 30 сентября 2016 года можно подавать заявление об отказе от набора социальных услуг или части социальных услуг, то есть соцпакета, или же вернуть в соцпакет путем подачи заявлений на возобновление набора социальных услуг или части набора социальных услуг за следующий год, то есть 2017 год. В случае, если вам не нужно ничего менять в своем заявлении, обращаться в пенсионный фонд не нужно. Заявление об отказе от набора социальных услуг подается управлению пенсионного фонда по месту жительства лично получателя МИДВ, либо его представителям по доверенности. Уважаемые федеральные льготники, делая выбор, помните, что прежде чем принять то или иное решение, все обдумайте, посоветуйтесь с родными и близкими, со своим лечащим врачом, и только взвесив все «за» и «против», примите единственное правильное решение – натуральные льготы или их денежный эквивалент. Потому что, отказавшись от соцпакета, вы в течение всего следующего года не сможете пользоваться натуральными льготами.